В парке «Лесная опушка» большой спортивный праздник. Для люберчан и гостей округа подготовили концерт, игровые эстафеты и состязания. Самыми массовыми и эмоциональными стали соревнования по спортивному ориентированию на Кубок главы Люберец. Тему продолжит Богдан Колесников. Праздник в Октябрьском собрал десятки людей. Детвора визвилась на игровой площадке, взрослые пели песни и танцевали. А в лесной полосе проходили соревнования по спортивному ориентированию. Я участвую в первый раз. У меня настрой отлично. Я пошел сюда из-за того, что я люблю географию, и мне это нравится. Я уверена, что я справлюсь и выйду в финал. Для каждого возраста своя дисциплина – от полутора до шести километров. На топографические карты нанесены специальные знаки. Они помогают в планировании маршрута и изучении местности. Мне очень интересно, что надо бегать по лесу и искать эти разные знаки. И знать нужную карту. Как и как нужно проходить, смотреть, где каждые чипы и собирать их. Чтобы взять с карты нужное направление и двигаться по выбранному азимуту, спортсмены вооружились компасами. Среди участников много новичков. Но есть и опытные. Давиду Иванову – 13. Но у него уже первый взрослый разряд по спортивному ориентированию. Чтобы получить первый взрослый разряд, надо по городской местности бежать примерно 30 с лишним минут. На дистанции 4,5 километра примерно так. А в лесу на такой же дистанции примерно побольше, не знаю, минут на 10. Будет очень много сильных участников, но я все равно буду верить в себя. Я тоже участвую не первый раз. Несмотря на повреждения руки, я готов даже пройти шагом дистанцию. Прежде всего, спортивное ориентирование не привлекает умом, умение читать карту, бег по пересеченной местности. Иногда бывает сложно, но ничего. Главное – пройти дистанцию. Спортивное ориентирование не сводится просто к бегу и поиску контрольных пунктов. Оно требует от участников физической выносливости умение быстро и точно ориентироваться на местности. Развивает быструю сообразительность, понимание ситуации, владение. Если человек ошибается, он потом находит возможность исправить свои ошибки. По карте стоят контрольные пункты, которые соединены между собой определенными линиями, красными. Лежит участник по маркированной дистанции, он встречает контрольный пункт и обязан точно его отметить. Парк «Лесная пушка» стал центром притяжения ориентировщиков четвертый раз. Сегодня в соревнованиях приняли участие более 300 человек. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.